Антраль. Для здоровья печенки и подшлунковые залозы. Антраль. В общем, без пополнения оборона россиян рухнет. Точно рухнет. И вот на этом фоне стали появляться, знаете, какие интересные новости о том, что в условиях серьезной секретности, но мобилизация все-таки готовится. Информация источников канала ВЧК ОГПУ, это достаточно серьезный канал, которому почти всегда можно верить. В Москве уже начались серьезные мероприятия по подготовке второй волны мобилизации. Для того, чтобы пополнить, я прям цитату даю, для того, чтобы пополнить армейские ряды, необходимо уложиться в небольшое временное окно до начала активной президентской кампании 24-го года. То есть, видите, они решили не на после выборов переносить, а до выборов провести мобилизацию. На первом этапе планируется мобилизовать до 175 тысяч человек. В связи с этим будет сдвинута дата осеннего призыва на 1 ноября, начало осеннего призыва на 1 ноября. То же самое было сделано в прошлом году, когда была объявлена так называемая частичная мобилизация. Набранных по контракту с января уже не хватает. То есть, контрактников не хватает. Поэтому их не хватает даже на ротацию, пишут источники этого канала. А уж тем более для какой-то победы. А победа сейчас, опять же, пишут источники, в Кремле крайне необходима российской власти для того, чтобы повысить рейтинг Путина перед выборами в кавычках, перед этим голосованием по переутверждению. Так, собираются работать с предприятиями, то есть требовать от предприятий, набирать, забревать в армию людей, а также с диаспорами. То есть, хотят набрать как можно больше таджиков, узбеков, киргизов и представителей других среднеазиатских государств. Кроме того, в планах также, да, они хотят, чтобы комбинированная вот эта мобилизация, то есть, по контракту и, собственно, по мобилизации, по призыву до конца года они хотят собрать всего 300 тысяч человек. В подготовительной работе к мобилизации была поставлена оценка хорошо. В законодательном плане убрали лазейки для уклонистов, добавили уголовную ответственность за игнорирование повесток и так далее. Однако, по информации источников, вместе с этим рассматривается ряд новых мер, которые позволят увеличить, сохранить мобилизационный ресурс внутри России. Например, собираются отменить отсрочки по образованию, ввести дополнительные медкомиссии по «пограничным» заболеваниям, то есть, где не очень понятно, болеет человек или не очень. И также ввести выездные визы за границу для людей, попадающих под критерии мобилизации. Ну и методы мобилизации стали предметом ожесточенных разногласий между внутриполитическим блоком администрации президента России и мощной группировкой силовиков-ястребов. Те, которые внутренней политикой занимаются, опасаясь непредсказуемой реакции низов и верхов, отстаивают сохранение текущего порядка мобилизации. Вторые требуют проводить мобилизацию на всю катушку. Вот так вот. То есть, сейчас мы видим ситуацию следующую. Тайно в России идет очень серьезная подготовка к мобилизации и она должна пройти вот начиная где-то с 20-х чисел сентября и до начала ноября. Кстати, некоторые россияне еще наивно, конечно, думают, что смогут как-то отбрехаться или спрятаться по отсрочке, уйти от мобилизации какой-то. Но в реальности это супер маловероятно, потому что реально сейчас будет хватать просто всех, кого найдут. Поэтому до 1 ноября минимум я бы советовал тем, кто может теоретически попасть под мобилизацию, залечь на дно и ни в коем случае, естественно, даже не приближаться к военкоматам. Кстати, такой интересный момент есть. В прошлом году в Госдуме, в Российском парламенте, ровно за неделю до начала мобилизации стали вовсю опровергать. Говорят, что нет, не будет, она не нужна. И те, кто распространяет слухи о мобилизации, те враги России и так далее, прошла. Это было 14-15 сентября, целая серия заявлений из Госдумы была на эту тему. И прошла ровно одна неделя, 21 сентября, а мобилизация была объявлена. И вот сейчас, как по команде, опровержения из Госдумы пошли 13-14-15 сентября. То есть, я предполагаю, что в начале 20-х, чисто сентября, все-таки начнется новая волна мобилизации. Посмотрим, окажусь я прав или не прав. Конечно, российская власть очень непредсказуемая субстанция, но иногда, когда они делают все по шаблону, то бывают у них такие совпадения. Посмотрим. Но еще раз, что нужно сказать. Российский фронт сейчас объективно обваливается. Целые бригады российские уничтожаются, вот как эта 72-я бригада. Украинская тактика медленного, но постоянного давления на определенных участках фронта дает отличные результаты. Об этом свидетельствует настоящий вопль, крик боли, отчаяние российских RZ-блогеров, военкоров и так далее. Они прекрасно понимают, к чему дело идет, что скоро все это, вся эта халабуда может рухнуть. Они видят, что без мобилизации кромты. Но у Путина есть политические соображения. Не хочет он подрывать свою популярность накануне вот этого голосования. Однако, все-таки надо понимать, что при всех рисках результаты голосования все-таки нарисовать можно. И так много раз делалось, и можно какие хочешь результаты, хоть сто процентов можете нарисовать, вообще нет проблем. Да, может быть побухтят там россияне, но понимаем мы с вами, вероятность того, что начнется в России восстание, минимально, почти нет ее. Но вот победу на фронте нарисовать никак не получится. Если там ситуация у Шойгу с Герасимовым пойдет в разнос, то все, пиши пропало, власть Владимира Путина может рухнуть. Поэтому я думаю, что размышляя проводить мобилизацию, не проводить, что может хуже сказаться, так сказать, на его политической судьбе, я думаю, что Путин выберет проводить мобилизацию, причем проводить ее до зимы, пока фронт окончательно не развалился. Ну и таким образом я, конечно, призываю всех, во-первых, россиян призывного возраста, ввалить как можно быстрее, убегать, прятаться и ни в коем случае не участвовать в войне против Украины. Это первое. И второе. Я думаю, что и Украине надо иметь это в виду, что вот где-нибудь к ноябрю могут начать поступать в российские войска первые мобилизованные. Хотя я думаю, что украинской военной разведке информация существенно лучше, чем у меня по поводу того, будет в России мобилизация проводиться или не будет. Ну, а экономическом смысле, в экономическом смысле, мобилизация, можно сказать, уже началась в России. Почему? Из чего я делал такой вывод? Буквально сегодня было заявлено, что российский центральный банк в очередной раз поднял ключевую ставку с 12 уже до 13 процентов, то есть на целый процентный пункт. Это очень серьезный рост. То есть, начиная с прошлого года, там уже ставка эта выросла практически в два раза. Это означает, что деньги для российских заемщиков станут очень дорогими. То есть, брать кредиты на развитие бизнеса в России невозможно. Брать вообще какие-то кредиты супер дорого, супер сложно, то есть это остановит и ипотечное строительство, и развитие бизнеса, полностью уничтожит любые инвестиции, ничего не будет. Почему так? То есть, любая невоенная экономика в этих условиях, она будет не жизнеспособна. Точнее, может она как-то продолжит свое существование, влочить какой-нибудь магазин или какая-нибудь мастерская. Но о развитии там точно речи нет. Это просто, блин, невозможно с такими процентными ставками. То есть, это кирдык. Нет, развитие экономики, это будет спад экономики 100 процентов. Кроме военной. То есть, исходя из вот этого решения, мы можем сделать вывод, что Путин принял решение, горе оно все синим пламенем, гражданская экономика мне уже не очень интересна. Мне главное, чтобы экономика военная функционировала, чтобы клепались танки, ракеты, бомбы и всякое такое прочее. И вот в таких условиях, то есть, он решил, что на военную, так сказать, сферу бросить вообще все ресурсы, пойти ва-банк. Я думаю, в каком-то смысле это можно считать признанием того, что он уже не очень верит в возможность роста российской экономики. И мы понимаем, почему. Потому что экономика эта потребляет все больше и больше импорта, поскольку обычных товаров, так сказать, народного потребления, извините за советский штамп, российская экономика производит очень мало и все меньше и меньше и меньше. Поэтому приходится импортировать всякую всячину из-за границы. А денег от российского экспорта нефти становится все меньше и меньше. И причем экспорт этот идет, деньги эти поступают в каких-нибудь рупиях, в дирхамах, реалах и бог знает какой еще непонятно какой валюте, которая в общем никому особо не нужна и за нее ничего не купишь. Поэтому сейчас курс российского рубля продолжает падение, несмотря ни на какие меры принимаемые Центральным банком России. Я думаю, к началу 2024 года курс будет уже больше 100 рублей, курс доллара в России, а к концу 2024 года этот курс будет уже и за 200 рублей. Вот мое предсказание, не знаю, сбудется или не сбудется, но есть у меня такое подозрение, что именно так и будет. Потому что Путин, абсолютно уже очевидно, и экономические его меры, и политические, плевать на все, все вбухиваем в военную сферу, все вбухиваем в войну и пойдем вперед. Постараемся хоть как-нибудь вытянуть эту ситуацию. Но не получится. Почему не получится? Потому что сейчас американцы привозят танки Абрамс, американцы уже начали вовсю поставлять дроны Пума. Есть такие дроны, которые... Кстати, недавно один такой дрон попал российской ракеты ПВО. Дроны хоть быхны, как летел себе, так и продолжал лететь, даже камеру не повредил. То есть дроны очень хорошие, они разведывательные, они не несут на себя вооружение, но эти дроны позволяют держать под полным контролем линию фронта украинскому командованию. То есть плюс сейчас, я не знаю каким образом, но была картинка, уже видео точнее появилось в сети, была уничтожена российская система залпового огня СМЕРЧ. Чем эта система крута? Тем, что она бьет на 120 километров. То есть чтобы до нее дотянуться, во-первых, чтобы ее обнаружить, а во-вторых, чтобы до нее дотянуться, нужны очень дальнобойные средства поражения. Я не знаю, чем этот СМЕРЧ прикончили, но скорее всего это даже не Хаймерс был, потому что Хаймерс летит на 70 километров. Если прям Хаймерс подогнать вплотную к линии фронта, чего, конечно, никто делать не станет, потому что это опасно. Но если прям вплотную к линии фронта, все равно его дальности не хватит прикончить этот СМЕРЧ. То есть врезали чем-то другим. Появляются у Украины очень хорошие дальнобойные ракеты и очень высокоточные. И это на фоне разговоров о том, что решение о передаче Украине ракет атакам с дальнобойных баллистических ракет в Америке сейчас находится уже на последних, так сказать, на последних рубежах. То есть чуть ли не осталось только подпись Байдена получить. Что произойдет, когда эти ракеты поступят в Украину? Я уверен, в первую и главную очередь эти ракеты уничтожат Крымский мост. Причем уничтожат они его так, чтобы наверняка. Потому что там в каждой боеголовке 500 килограмм динамита или там тротила, я уж не знаю, что именно в этих ракетах. Ну, мост разнесет просто в щепки, ничего от него не останется. Без этого моста вся российская группировка на оккупированном юге Украины окажется без снабжения. Вот, собственно, и все. После этого Россия наступать уже точно не сможет. И держать линию фронта ей будет супер-пупер тяжело. То есть вот такие у нас события сейчас ожидаются. И я не верю, что в такой ситуации у России есть хоть какой-то, даже с помощью мобилизации. Реально не поможет ей мобилизовать. Точнее, поможет на какое-то не очень долгое время оттянуть конец, извиняюсь за выражение. Но глобально это не спасет ситуацию для России. Более того, этих мобилизованных, опять же, их нужно обучать, их нужно кормить, поить, их нужно снаряжать. А вот мы видим, даже приезжают по 100, не по миллиону, не по 100 тысяч, а просто по 100 человек на фронт пополнения, у которых нет даже оформленной одежды, нет бронежилетов, нет кассок, нифига не. То есть обычные мужики с автоматами. Когда этих мужиков будет там 100 или 200 тысяч, я не думаю, что ситуация радикально вдруг возьмет и улучшится. Поэтому я вижу ситуацию следующим образом. Мне кажется, в этой осенью может произойти на фронте радикальное изменение в украинскую пользу. Я, может быть, делаю слишком оптимистичный прогноз, но что-то мне подсказывает, что к этому сейчас все идет. Что вот недолго осталось, скоро весь этот российский фронт затрещит, он уже начал трещать. Развалится и посыпется. Посмотрим. В любом случае, на этой оптимистической ноте я сегодня уже буду заканчивать. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да пребудет с вами сила и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.